Мы за то, чтобы отношения с Грузией были нормальными, добрососедскими. Мы исходим из того, что грузинский народ не должен расплачиваться разрывом связей с своими российскими соседями, связей, в которых и грузины, и россияне заинтересованы, и ими расплачиваться за преступные ошибки Саакашвили, наверное, это несправедливо. Не мы разрывали дипломатические отношения, мы поступили в полном соответствии с нормами международного права. Я не буду повторять историю вопроса, как после нападения на Южную Осетию, на своих собственных граждан, нападения на российских миротворцев, Саакашвили был побеждён. Российской Федерацией и ополчением Южной Осетии, как Южная Осетия и Абхазия, отчаявшись добиться переговорного решения о своей судьбе, а там было много вариантов за прошедшие годы, и Федерация, и Конфедерация, объявили о независимости. У нас не было другого выхода, другого вообще варианта, как признать их независими, чтобы обеспечить их безопасность и само выживание юго-осетинского и абхазского народов. Это не обсуждается, но, повторю, это было результатом преступной политики Михаила Саакашвили. Он вообще знаменит такими провокациями, которые делаются, как мы понимаем, во многом и по его собственной инициативе, но очень часто по заказу. Мы довольны тем, что продолжаются женевские дискуссии. Прежде всего, нас интересует проблематика безопасности, чтобы не было больше подобных рецидивов. И есть идеи, которые позволяют всем участникам женевских дискуссий подписаться под документом, который будет гарантировать неповторение каких-либо рецидивов применения силы в этом регионе. И нас, конечно же, интересует работа этих женевских дискуссий по гуманитарной проблематике, включая проблему возвращения беженцев, перемещенных лиц. Подрывают вот эту конкретную гуманитарную работу, продолжающуюся действия Грузии по внесению каждый год резолюции в Генеральной Ассамблеи, которая излагает проблему беженцев и перемещенных лиц в одностороннем порядке. Мы готовы обсуждать это в ООН, но, конечно же, с участием Абхазии и Южной Осетии, потому что именно к ним адресован набор требований в той резолюции, которую грузинская сторона в ООН продвигает. А в их отсутствие, а их туда не пускают, просто американские наши коллеги им виза не дают, хотя представителям непризнанного Косово не просто выдаются визы, а обеспечивается им режим наибольшего благоприятствования на территории ООН, так что здесь двойные стандарты налицо. Но помимо Женевской дискуссии есть у нас еще и двусторонние отношения с Грузией. Эти отношения сейчас выходят из глубокой заморозки. Был налажен контакт по линии ведомств, занимающихся всякими фитосанитарными, санитарными вопросами. Возобновилась торговля и напитками, и продовольственными товарами. Мы делаем все, чтобы облегчить гуманитарные связи. Даже когда после разрыва Грузии в дипломатические отношения мы были вынуждены отказаться от безвизового режима и ужесточить визовый режим, между прочим. Во многом из-за того, что из Панкистского ущелья террористическая угроза не исчезла. Кстати сказать, и сейчас нет-нет, да и доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы. Но в последнее время мы отразили процесс нормализации наших связей существенным облегчением визового режима, введением, вернее, облегченного визового режима, когда деловые, рабочие, учебные, гуманитарные визы выдаются вне зависимости от каких-либо обстоятельств. За последнее время мы также смогли решить ряд проблем на взаимной основе, которые касаются оформления прав на дипломатическую недвижимость. Грузия и в Москве, и в России, и в Тбилиси. Это тоже полезные движения. Есть канал, который позволяет обсуждать любые вопросы. Это Карасина Башидзе. Они хорошо друг друга знают. У них установились такие доверительные отношения, которые позволяют, повторяю, затрагивать любые вопросы. Я, кстати сказать, открыт контактом со своим грузинским коллегой. Я уверен, что и другие контакты вполне возможны. Президент, когда его спросили об этом, отнюдь не исключал такую возможность, если представится случай. Продолжение следует...